Секс-скандал в британском парламенте. 36 депутатов обвиняются в домогательствах среди подозреваемых и члены правительства. Что им грозит, расскажет Светлана Чернецкая, она в Лондоне. Волна голливудского секс-скандала докатилась до Великобритании. После того, как американские актрисы выступили против одного из самых влиятельных мужчин в киноиндустрии Харви Вайнштейна, британские женщины набрались смелости рассказать правду о власти имущих. Начали с законодателей. В прессу попал тайный список, который циркулирует среди молодых женщин, сотрудничающих с консервативной партией. Это ассистенты и секретари, мечтающие о политической карьере. В их списке те депутаты, которых девушкам следует остерегаться. Всего в нем 36 мужчин, пока их имена не публикуют, только характеристики. К примеру, под номером один депутат, который грубо пристает на вечеринках. Под номером 17 позволяет себе домогательство в такси. А под номером 30 просил сотрудницу делать странные и неприемлемые вещи. Но если этот список пока на уровне слухов, то обвинения против замминистра торговли реальны. Помощница Марка Гарнье рассказала, что он дал ей прозвище «сладкогрудая» и заставлял покупать игрушки для утех в секс-шопах. Министр обвинения не отрицает, но и домогательством их не считает. Если это правда, то все эти истории абсолютно неприемлемы. Кабинет министров проведет расследование, чтобы проверить, было ли в этом конкретном случае нарушение кодекса министров. Но пока факты неоднозначны. Скандал быстро достиг национальных масштабов. Премьер Тереза Мэй пообещала уволить всех, чья вина в домогательствах будет доказана. А для начала отправила письмо спикеру Палаты общин с требованием ввести новые, более жесткие правила поведения для депутатов. Она настаивает, парламент должен быть безопасным местом работы для молодежи. Сами депутаты поспешили внести этот вопрос в повестку дня, чтобы обсудить необходимые изменения. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер.